В полупустом зале Атмосфера на конкурсе учащихся отделения народных инструментов «Дыши» теплая и дружелюбная. Если сбился от волнения, даже позволяют начать заново, и это не скажется на оценке. Но большинство участников подошли к испытаниям со всей ответственностью. Члены жюри преподаватели высшей квалификационной категории. Задача перед ними непростая, ведь на сцене их ученики, да и параметров, по которым оценивается выступление, великое множество. В первую очередь знание нотного материала, ритмическая четкость исполнения, правильность соответствия эпохи, произведение, которое выбрано. Естественно, музыкальный образ, насколько он раскрыт художественно. Естественно, нюансировка. Нельзя играть музыку просто вот как монотонно, одним совершенно плоским звуком. Естественно, у нас есть эмоции, у нас все это должно быть ярко, выразительно. Несмотря на то, что это конкурс отдела народных инструментов, музыка звучит самая разнообразная, в том числе и обработки популярных мелодий. Да и сами музыканты далеки от стереотипов и предпочитают абсолютную свободу творчества. Скажи, тебе самому как нравится больше, ну все-таки это инструмент народный, какие-то народные вещи исполнять или все-таки что-то такое, вот скажем, латиноамериканское или какое-то еще? Ну да, джаз, что-то такое, не народное, не русское. А почему джаз? Ну, мелодия мне больше нравится. Подобные конкурсы являются важной составляющей учебного процесса, ведь умение держаться на сцене – важный навык для музыканта, а потому в этом состязании действительно главное не победа, а участие. Максим Козлов, Владимир Вижонов, Ольга Садовская. Видное ТВ.